Не нужен им старт олимпийский. Пока российские спортивные звезды горюют после отлучения от соревнований, зарубежные атлеты отказываются ехать в Рио. Видимо, подумали об опасностях. Причем не по решению федерации или пробирочных королей из ВАДА, а по своей собственной воле отказываются. Представляете? Вот, например, канадец Иоанн Миллер. Он не поедет в Бразилию из-за травмы своей любимой кобылы. На другую лошадь он пересаживаться решительно отказывается. Ему проще вообще Рио проигнорировать. Впрочем, для 69-летнего Миллара играми больше играми, меньше на самом деле не принципиально. Капитан Канада в олимпийском седле более 40 лет. Он принял участие уже в 10 играх, начиная с мюнхенского турнира 1972 года. И останавливаться не собирается. Медаль у него, к слову, всего одна. Это серебро в командном турнире по конкуру. А вот гольфист Рори Макелрой не считает олимпийский турнир достойным своего внимания. Не дело, мол, одному из лучших игроков мира соревноваться с любителями, а может тут другое. Представьте, что будет с репутацией Макелрой, если он уступит безвестным атлетам. Вопрос риторический. Испугался ирландец и ужасных нажала бразильских комаров. А конкретно вирусы Зика, которые переносят насекомые. С ним солидарен и тоже не едет в Рио. Еще один гольфист, австралиец Джейси Дэй. Между прочим, первый номер мирового рейтинга. Боксер Мэнни Пакеа напротив рвался в бой. И любителей обещался крушить тактикой, мастерством, силой богатырской. Но вмешались всесильные промоутеры. Якобы подготовка к Рио не вписывалась в график боев чемпиона. Тем более, сражаться филиппинцу пришлось бы не с Аресами и Зевсами, нашими громовершцами, а рядовыми олимпийцами. Как говорится, статус не тот. Но Пакеа все равно всех перехитрил, решил не доставаться никому. В апреле Мэнни решением судей победил американца Тимоти Брэдли и завершил карьеру. Идем дальше. Ибра расстроен. Ибра не будет играть. Шведский форвард Златан Ибрагимович. После позорного выступления сборной на Евро, сине-желтые, напомню, не сумели выйти из группы, прекратил выступление за команду. И в Бразилию не поедет. Ибра Кадабра, как его ласково называют болельщики, решил сосредоточиться на клубной карьере. Тем более, суперфорвард получил новый вызов. Этим летом он стал одним из красных дьяволов, подписав контракт с Манчестер Юнайтед. На британские хлеба его пригласил новый тренер клуба Жозе Мауриньо. А вот еще грозный теннисист Роджер Федерер. Он пропустит игры из-за травмы. Федекс перенес операцию на колени и больше в этом году не выйдет на корт. Врачи поставили швейцарцы перед выбором. Или длительный отдых, или пара нестабильных выступлений. Новая травма. Король Роджер, которому на днях исполнится 35, решил дать организму передышку, чтобы в будущем сезоне вновь сразиться. Кстати, Олимпиада в Рио стала бы для Федерера третьей. До этого он примерял корону в парном состязании, довольствовался серебром в одиночном первенстве.